Всем привет! Сегодня предлагаю вам познакомиться с китайским ручным светодиодным фонариком. Это фонарик огонь серии Polis, модель называется H167TG. Выполнен на мощном современном светодиоде. Корпус у устройства сделан из алюминиевого сплава. Корпус имеет перфорацию верифления, которые позволяют надежно удерживать фонарик в руке и он не будет выскальзывать. Наличие металлического корпуса гарантирует высокую механическую прочность данному фонарику. Ну и плюс еще здесь все резьбовые соединения защищены резиновыми уплотнителями. То есть фонарик достаточно хорошо защищен от проникновения воды, который может быть в виде брызг, дождя. Там, конечно, куда-то его под воду погружать абсолютно не стоит. Размеры корпуса фонарика 165 миллиметров. Это его длина. Диаметр линзы здесь 35 миллиметров. Ну, видите, там вот можно зуммировать световой поток механическим способом. То есть, ну, менять, как бы, диаметр светового луча там от узконаправленного до широкого пятна. Как это выглядит? Вот, смотрите, допустим, широкое пятно, и вот идет узконаправленный круглый такой пятно. Ну, видите, вот этот вот ореол, ореол цветной, который идет вокруг основного центрального пятна. Ну, это, конечно, обусловлено вот этим вот, вот этой вот конструкцией отражателя, которая, как и диод, здесь такая не совсем обычная. И вот, ну, относительно недавно стало встречаться в этих светодиодных фонариках. Как видите, кнопка включения здесь расположена на корпусе. Вот она такая квадратная. Над ней это индикатор уровня зарядки аккумулятора. Он же индикатор процесса зарядки, когда вы подключаете аккумулятор к зарядному устройству. Вернее, фонарик к зарядному устройству. Зарядка осуществляется, опять же, через встроенный в корпус разъем. Здесь тип разъема Type-C. Соответственно, в комплекте присутствует кабель USB Type-C для зарядки аккумулятора фонарика. Заряжать можно как от обычных USB-блоков питания, либо USB-портов, допустим, того же самого компьютера или ноутбука, так и от пауэрбанков. Видите, здесь еще присутствует полноразмерный USB-порт. Этот порт говорит о том, что фонарик можно использовать как пауэрбанк для зарядки каких-либо ваших мобильных устройств. Я бы добавил для экстренной зарядки. Например, вам нужно сделать важный телефонный звонок, а телефон у вас уже с севшим аккумулятором. Вот можно его подсоединить к фонарику и, соответственно, зарядить. Режимов работы здесь три. То есть, яркий свет, мягкий свет и режим мигания стробоскоп. Особенность данной модели фонарика от прочих версий фонариков, которые вы можете где-то встретить на просторах интернета и у нас в частности, это то, что для выключения фонарика не нужно перещелкивать по всем режимам. Обычно фонарик выключается, то есть он щелкается все вот эти режимы, и потом выключается. Здесь можно просто-напросто нажать, подержать кнопку управления, и фонарик погаснет. Это очень удобно и обеспечивает большую механическую сохранность вот этой вот самой кнопки включения. Ну, кроме шнурка, который кабеля зарядного USB Type-C, В комплект поставки входит непосредственно кассета для установки трех мизинчиков батареек. Таким образом, какое-то время, в случае необходимости, фонарик сможет проработать и на батарейках. Аккумулятор в комплект дается 18650, аккумулятор здесь используется один. Ну и что можно сказать о комплектных аккумуляторах вот этих вот китайских фонариках? Я бы назвал их больше проверочными. Емкость аккумулятора, как правило, это 400-600 мА. То есть надо либо приобретать сразу же нормальный аккумулятор для того, чтобы пользоваться фонариком. А данный фонарик вообще, диаметр корпуса и его размеры позволяют использовать аккумулятор 26650, который по емкости в два раза больше, чем обычный стандартный аккумулятор 18650. Это все, что я хотел вам рассказать о фонарике. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok